Hello, Тимофей! Мы с тобой уже хорошенечко научились рассказывать об обычных действиях. На примере слова like – нравится. Мы научились говорить, что нравится мне – I like. Что нравится моему другу – he или she, он или она – he likes, she likes. Таким образом, мы выучили правило, что когда мы говорим об обычных действиях, мы к нашему действию добавляем s, если рассказываем о ком-то другом, о нём или о ней. Во всех остальных случаях мы просто называем действия. I like, you like, they like. We like, но только he likes, she likes. Когда мы хотим сказать отрицание – не нравится. Во всех случаях мы говорим слово don't. I don't like. You don't like. We don't like. Но когда he или she, вот это вот s, влазит в слово don't и становится doesn't. he doesn't like, she doesn't like. Когда же мы хотим задать вопрос, то слово do или does идёт на первое место. do относится ко всем, я, ты, мы, вы, они, а does относится к she или he. Чтобы спросить, тебе нравится, мы спросим, do you like. Но если мы хотим спросить про него, мы спросим, does he like. То же самое касается не только глагола like, любить что-то, но и любых других глаголов. So, I wash my face, he washes his face. I read a book, she reads a book. I don't play football. She doesn't play football. Do you watch cartoons? Does he watch cartoons? Сегодня мы продолжим говорить об этих обычных действиях и познакомимся с тобой с некоторыми словами, которые подсказывают нам, что эти действия обычные. Первое такое слово, это слово usually, usually. Запиши, пожалуйста, к себе. Usually означает обычно. Tom likes apples. Тому нравятся яблоки. Видишь? Лайкс. He usually has an apple after breakfast. Он обычно кушает яблоко после завтрака. Usually, обычно. Вики likes cakes. Почему к нашему лайк добавилось с? Потому что мы говорим про неё, Вики. She usually has some cake on Sundays. Она обычно кушает тортик по воскресенье. Кейт likes orange juice. А Кейт нравится апельсиновый сок. She usually has some orange juice for breakfast. Давай попробуем теперь построить несколько предложений с этим словом. Usually. Обычно. Я обычно смотрю мультики. Переделаем это предложение на мы обычно смотрим мультики. А теперь давай сделаем это предложение про него. Он обычно смотрит мультики. Когда мы рассказываем об обычном действии его или её, к нашему действию добавляется с. Посмотри, пожалуйста, упражнение 2 на страничке 59. И попробуй дополнить предложение обычными действиями. Например, На Рождество мы обычно танцуем и поём. Почему здесь не появляется с? Потому что здесь we, мы. At Christmas we usually sing songs. Поём песни. I usually go to bed in evening. I usually play computer games on Saturday. I usually play football on Sunday. I usually ride a bike after school. Теперь попробуй устно, используя действия из рамочки, задать вопрос об обычных действиях и ответить на него. Например, у нас есть действие dance, танцевать. Вопрос. Do you usually dance? Ответ. No, I don't. Нет, я обычно не танцую. А если бы ответ был положительный, мы бы сказали Yes, I do. Да, я танцую. Смотрим, какие действия ещё здесь могут быть. Play in the snow. Играть в снегу. Play tennis. Играть в теннис. Играть в теннис. Listen to music. Слушать музыку. Read a book. Читать книгу. Play a computer game. Играть в компьютерную игру. Ски. Кататься на лыжах. Sing songs. Петь песни. Do homework. Делать домашнюю работу. Каждому из этих действий создать вопрос и ответь на него. Ещё одно слово, которое показывает нам, что мы говорим об обычном действии. Это слово always. Always. Слово always означает всегда. Например. I always make my bed in the morning. Я всегда заправляю кровать по утрам. My dad. Мой папа. My dad always reads papers on Sundays. Мой папа всегда читает газеты по воскресеньям. Обрати внимание. Reads. К нашему действию добавилось s. Потому что мы говорим про моего папу. Мой папа. Это он. Он всегда читает газеты. Давай послушаем сейчас с тобой и почитаем упражнение 2 на страничке 83. Это разговор Вики и Тома. И найдём в этом разговоре предложение, которое рассказывает об обычных действиях. Вики. Hi, Tom. Why are you alone? Привет, Том. Почему ты один? I always play alone on Saturday mornings. Я всегда играю один в утро субботы. Where is Bill? А где же Билл? He is busy. Он занят. Он всегда помогает папе по субботам. Какие предложения с обычными действиями ты здесь найдёшь? Я всегда играю. I always play. Я всегда играю. И he always helps. Он всегда помогает. Дальше посмотрим. Where is Kate? А где же Кейт? She is at her chess club. Она в шахматном клубе. She always goes to her chess club on Saturday. Oh, what time is it? Она всегда ходит в шахматный клуб по субботам. Ой, а сколько времени? It's eleven o'clock. Hooray! My favourite cartoon is on TV at eleven o'clock. I always watch cartoons on Saturdays. Bye. Bye-bye, Том. Какие же здесь предложения с обычными действиями? She always goes. Она всегда ходит в шахматный клуб по субботам. I always watch. Я всегда смотрю мультики по субботам. Итак, слово always означает всегда и показывает нам, что действия, которые в этом предложении употребляются, это обычные действия. А значит, когда мы будем говорить про хи или щи, то должны будем добавить с к этим действиям. Здесь надо посмотреть на картинку и вставить нехватающие действия. Например, This is Kate. Kate is at her chess club. Kate в своём шахматном клубе. She always do her chess club on Saturdays. Она всегда ходит в шахматный клуб по субботам. Он всегда помогает своему папе по субботам. Она всегда готовит кушать в кухне. Готовить кушать – это глагол cook. Не забывай, что с ним произойдёт, если мы будем говорить о ней, о маме. Итак, сегодня мы повторили, что происходит с обычными действиями, когда мы рассказываем о себе, о нас или о ком-то другом – хи или щи. А также познакомились с двумя словами. Слово usually означает обычно. И слово always означает всегда. Оба эти слова показывают, что действия обыкновенные. Продолжение следует...